Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Вот, собственно, он и есть. Это я, Дмитрий Шедвель, молодой. Продолжаем мы с вами Sims 4. В прошлой серии произошло знаменательное событие. Дайте на всех посмотрю. Соскучился просто невероятно. А событие это связано с рождением ребенка. После этого наша жизнь изменилась. Причем, я бы не сказал, что в спокойную сторону, но изменилась кардинально. Особенно у меня. Пока Саммер занимается карьерой. Давайте посмотрим, что там у нее с карьерой. У нее с карьерой через 11 часов на работу. Она у нас простой бармен. Да, карьера, конечно, не очень, но не будем ей мешать. К сожалению, я не могу за нее играть по профессии. Я бы ее быстро повысил до шеф-повара, но мне не дают. Поэтому будем полагаться только на ее силы. А вот у меня карьера прямо на грани. Она у меня на грани повышения. Завтра мне обязательно нужно выйти на работу в понедельник и повысить себя. Правда, что-то у меня опять сползло, смотрите. Или не сползло. Продуктивность у меня падает. Из-за выходных, что ли, падает продуктивность? По-моему, она у меня выше была или мне кажется. Ну ладно, нагоним. Я думаю, просто так побежденнее, чем пару дней. И у нас уже будет с вами повышение, потому что 4 преступления у нас раскрыты, а значит повышение уже практически в кармане. Но сейчас не об этом. Вопрос в следующем. Мы в конце прошлой серии попробовали посмотреть, как вызвать няню. Я, правда, не совсем понял, как время обозначить. Мне, в общем, ну Самбор сегодня до 3 дома, поэтому будет нормально. У нас не так сложно. Хотя у меня выходной. Я сегодня могу себе позволить посвятить себя хлопотом и уходом за ребенком. Хотя я эти два дня этими занимался. Лидия, я точно не помню. Но все же, но все же, когда я выйду на работу, что-то нужно будет менять. Тем более у Самбор такой график не очень стабильный и удобный, что приходится подстраиваться под нее. А я вот из-за этого немножко страдаю. Ну ладно, сейчас не обо мне. Давайте, наверное, включаю симов. Просто я планирую что-то делать сегодня, а тут что-то у нас воняет, по-моему. Да, что-то завонялось. Кофе завонялось. Ничего себе. Очистить. Кофеварка, вернее. Давай. И заодно тарелочку сразу. Оп, и помыл. Давай. Давай, 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 не стесняйся. Что ты делаешь там? Я еще два задания дал. Выключай свой телевизор. Что у тебя с навыками? Просто сегодня выходной, мы с вами гигиенно страдает. Это и туалету не помешал. Давай, завязывай с телевизором. Хотя, подожди. Что там? У тебя проблема с досугом? Да нет, у тебя нет проблемы с досугом. Хватит смотреть телевизор. 8.30 уже. Плюс еще надо посмотреть, что там с ребенком. О, Саммер проснулась. Хорошо. В две руки будем работать. Ну, пока он работает здесь. Посмотрим, что Саммер будет сделать с ребенком. Младенец Виктор Шедвель. Пора уже тебе растить. Кормить. Ну, давай, кормить. Кормить грудью, конечно же, пока есть возможность. Пока ты дома. А мы уберем мусор пока что. Который здесь и там валяется. Дальше делаем наши повседневные обязательные дела. И принять горячий душ. Возможно, даже настраивающее на размышления. Может быть, мы сегодня с вами попробуем пописать. Но опять же, до трех часов Саммер дома. А потом. А потом нужно потренироваться с няней. Может быть, мы ее попробуем вызвать. Правда, непонятно, как время назначать. Но, в общем, просто попробуем вызвать. Сейчас у нас 9 утра. Где-то в часа... Может, в 14 часов где-то попробуем ее вызвать. А что? Так, Саммер, ты куда пошла? Минуту. Что у тебя за дела? Есть пошла. Так я сейчас быстро завтрак забацаю. У тебя что там? Взять кусочек. Какой кусочек? Давай, наверное, готовь. Ты же у нас повар, по идее-то. Ну, ладно, я там суперталантливый. Пятого уровня, по-моему, уже. Давай подать завтрак. Подать завтрак Оландию. Почему бы нет? Пора уже кулинарию развивать. Сейчас профессия с кулинарией связана. Почему она у тебя не развита? Так, 20 долларов ушло. Кстати, у нас есть кругленькая сумма. Можем попробовать сегодня что-то построить. Выберем что-то очень важное. То, что давно хотелось. Накопилась у нас небольшая. Цифра денежная. Поэтому можем что-то и спланировать. Мы в прошлой серии совсем ничего не строили. А без стройки жить скучно. Так, Оландии, по-моему, готовятся. Я думаю, они должны быть ничего. Сейчас опор летел мимо Саммер. Ну, что там у нас? Да нормально она готовит. Я же говорю, она же на повара планирует двигаться. Так, почему она совсем ничего не хочет готовить? Потому что я не заставляю, наверное. Правильно. Правильно? Правильно. Давай. Подавай завтрак. И как раз кое-кто закончится своим купанием. Что, не получается или что? Дайте собаке кусочек. Потренируемся на собаке сначала. Если с ней все будет хороша, она боится. Да подожди, сейчас закончен завтрак, потом он тебя успокоит. Боится посудомоечной машины. О, может что-то заработали там даже. Письмо для Холиды. 4 доллара. Как и где и зачем. Что-то все меньше и меньше денег я получаю. Книги, походу, не вечные. Надо их постоянно писать, и тогда мы будем иметь стабильный доход. Книги исчезают. Ну, правильно, уходят их популярность, и их просто не покупают. Правильно? Правильно. Так, так, так. Я уже доплываю. Сейчас тоже пойдем. Есть оладьи. Почему бы и нет? Отличный завтрак. Положить порцию в багаж. Покаж. Пригласить за стол. Убрать, по-моему, взять порцию. Отлично. Я думаю, он пойдет первый. Самбар, дай ему кусочек. Ну, сколько можно? Он же голодный, походу, да? Дать лакомство. Дать немного еды, да? И сюда. Кошмар, ты куда делся? Кошмар. Кошмару плохо. Он над унитазом стоит. Видимо, оладьи не очень хорошо получились. Да, и Самбар туда же пошла. Да, его там нет просто. Ну, ладно. Невидимый пес. С кем не бывает, да? Зато у них положительные эмоции. Самбар сама поела. Что там, мусорка, что ли? Компания. Нашли где поесть. Да, давай за стол. Что там с ребенком-то нашим? Тебе надо сюда посмотреть. Ой, там нет, спит нормально. Все отлично у него. Будем потом его контролировать. А пока что мы беседуем и обсуждаем насущное. Ну что? Остановились у нас потребности. Не знаю, что там у Саммер. А, это и Саммер. Подожди, у меня там что? У меня, по идее, все-то ничего. Только вот, наверное, надо... Иди попиши пока. Давай ты вдохновенный. Как раз надо пять книг когда-то написать. Пока жена дома. Попробую немного... Побить по клавиатуре пальцами. Вот, писать, смотрите. Написать книгу определенного жанра. Написать любовное письмо. Упражнение с писательствой. Писать. У меня же книги нет, да? Играть. Писать, писать. А что писать? Что я вышел? Ну ладно. Написать книгу определенного жанра. Документальный роман, короткая история, поэзия. Поэзия. Ну давай поэзию. Может она хоть пойдет. Остальные книги что-то у меня больше семи долларов в день не продаются. Слабый тираж, конечно, идет. Так, ты можешь идти. Саммер, что у нас там с характеристиками вообще? Ну тебя тоже все ничего, только надо телевизор пойти посмотреть. Но сначала ты зайдешь сюда. По той же программе. Потом зайдешь сюда, чтобы потом не было критического. Давай горячий душ с паром. И потом сразу посмотреть телевизор. Почему бы и нет? Смотреть телевизор, смотреть определенный канал. Ого, сколько у нас канал. Комедию давай. О, кулинарная передача. Как раз тебе надо прокачивать твои навыки. Все, пошел помыл. Красавец. Наконец-то я тебя приучил. К порядку. Еду, наверное, было бы спрятать, конечно. Но все уже просто... Роли распределены, поэтому... Только кошмар может спрятать. Попробовать тарелку. Но он ее, я думаю... Я знаю, куда он ее спрячет. Кошмар эту тарелку. Он ее спрячет внутрь себя. Ну и пусть. Так. Ну, пока все заняты. Сейчас мы их... Чтобы они же точно... О! Небесный бой на подушках. Дать название книги. Это книга со стихотворениями. Ну, пусть будет. Давайте попробуем не менять название. Посмотрим на ее цену. Я пытался менять. Один раз пытался с очень длинным названием. Даже с ошибкой. Все равно больше десяти не получается. Ну, было мне один раз пятнадцать. Но она уже не продается. Видимо, уже люди устали от этой книги. И никто ее не читает. Так. Кошмар пошел гулять. Двери автоматически открылись. Да, кстати. Давайте, наверное, двор немножко с вами улучшим. Меня все-таки, как я и говорил в прошлой серии, немножко напрягает вот этот парк. Общественная зона, которая ограничится с моим преусаденным участком. Ну, понимаете. Выходишь утром, а здесь валяется какой-то мужчина с бутылкой. Ну, кому оно надо, да? Поэтому надо, наверное, попробовать построить, может, заборчик. Деньги ж есть. 4800 есть. Попробуем построить, а что? Какой-нибудь небольшой. Чтобы ограничить свою территорию, если мы вдруг увидим, если кто-то перелазит на нашу территорию, я выхожу на балкон, беру ведро с водой и бросаю его вместе с водой в этого человека. Потому что он залез на мою территорию. Потом я куплю ружье, буду стрелять в воздух. Ну, посмотрим. Давайте сначала определим нашу территорию. Во-первых, 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 давайте посмотрим. Ох, там еще гномы нам разбросали немного денег, как раз будет полезно. Потому что сейчас вся сумма, наверное, и уйдет у нас с вами на наш забор. Так, да, есть небольшие деньги. Сейчас главный этаж не продать. Садоводство будем потом развивать, естественно. Обязательно будем развивать, конечно. Территория есть. Единственное, что мне не нравится, как у меня стоит дом. Я когда его строил, а строил я его по кирпичику, все, каждый камушек мой. Вот эту территорию держишь, нифига не поставишь. Она мне не нравится. Здесь чуть больше. Здесь 5 клеток. Здесь 4 клетки. Но, тем не менее, ничего ж не поставишь существенного. Ни там, ни здесь. Его надо было либо сдвинуть. А можно его сдвинуть вообще вбок? Чтобы я уже забор с этой стороны не ставил, наверное. Ну, тут тоже зона, конечно, видите, проходная. А ну, давай подумаем. Есть такая кнопка сдвинуть? О, есть. Переместить участок или дом? Переместить дом. Как это работает? Сейчас точно что-то сломаю. Я не сохранялся? Ну, ладно. Если что, если что, загрузимся. О. А, вот. Все, берем и переносим. Так. И что, вот так просто взял и перетащил? Вместе с лестницей поедет мой? Ой. Ой-ой-ой. Хотя в Америке мы же знаем, как дома легко перевозят с одного города в другой. Да? Ну что, вот он дом. Да, можно переместить. Давайте как можно ближе его поставим. Нет. Оставим этот здесь. Ну, тут уже нельзя строить. А почему? У меня еще участок 20 метров. Ладно. Ну, вот так давай поставим. Нет, это я близко, наверное, зашел сюда. Хотя у меня увеличился сад. Да, в два раза. Нет, что-то не там. А ну, давай, наверное, отступим обратно. Не годится это дело. Не годится. А ну, давай, чуть-чуть еще обратно. Вот сюда давай. Ну? А, ничего не произошло. Там, где был, там и стою. А ну, еще, а еще дальше чуть. Во, вот так, чтобы было чуть-чуть территорию. Это совсем близко, это не годится. Классно мы переместили дом, да? Сам, там посуда не послетала у нас, нет? А ребенок как не проснулся, пока я дом передвинул. Ну, что? Таким образом, мы здесь что-то можем еще построить. Посмотрите, у нас появился двор. А так, из-за этого прохода и того... Ну, тут, конечно, ближе не подвинем, сейчас еще ближе подвинем. Ну, ладно, там у нас будет, я не знаю, тропа какая-то черная. А так у нас появляется вообще мини-двор. Можем строить здесь, можем строить тут. Можем вообще его пододвинуть поближе, но это я не хочу. Вот эту территорию тоже занимать. Слишком близко жить к дороге, как вот соседи. Посмотрите, у меня соседи так же живут. Вообще. Прямо к тротуару. Ну, куда это годится? Никуда. Ну, все, я отодвинул. Давайте теперь подбирать заборчик. Какой-то маленький и белый, конечно же, обязательно белый. Чтобы смотрелось красиво. Ну, заборы там, выбор большой, по-моему. Вот они у нас. Изгороди называются, не заборы. Фенсис, да? На английском. Деревянная горизонтальная ограда. Так как фермерская какая-то. Нет, фермерская это вот это. А это что? Контрастно деревянная изгородь. Это я такие изгороди оставил дома на лестнице. В принципе, тоже неплохо смотрится. Ограда с узкими планками. О! Мне не хочется брать дорогую, потому что у меня денег не хватит. Можно, конечно, вот такую поставить. С этими балясинами. Или вообще оскароносную ограду. Но зачем? Давайте подешевле поставим. Ну, попрактичнее будет. Что-то посветлее. Самое светлое, что у вас есть. Вот можем, в принципе, сейчас сравнить. Оно давайте не светлое, а с вкраплением. С этой солнечной стороны посмотрим. Я пока не покупаю. Ух, тут нельзя строить. Слушайте, тут формально участок большой. На самом деле надо на клетку отступать. Ну, вот как-то так. Вы знаете, это, наверное, самый лучший вариант. Он перекликается с моим крыльцом. Посмотрите. Вообще, как мой вход. И плитка так же подобрана. Вообще идеально. Я сейчас в восторге просто. Мне это больше всего нравится, когда у меня совпадает с первого раза то, что долго нужно искать. А у меня получается это с первого раза. Ну, по-моему, это оно. Ограда образцовая. Надо запомнить это название. Ну, давайте попробуем, как будем строить. Как будем строить? Ну, как, по максимуму, конечно же. По максимуму. Я вот здесь взял бы. Но здесь же нельзя строить. За пределами участка, блин. Отступать приходится. А это ж моя земля. Ну, и тут нельзя строить, да? Ну, да. Вот самая ближайшая точка. Ну, ладно. Сколько это денег? Я не вижу цифру. Тысяча сразу. Откуда надо мне пять тысяч взялось, вы не знаете? Так, что-то я натворил, по-моему. Откуда у меня пять тысяч взялось? У меня было две восемьсот. Ну, ладно, три. Что я продал? На что я наступил? Ребенок на месте? Да, ребенок съехал куда-то, что-то вбок. Я же говорил, перестановка. Без следа не уйдет. Что-то, что-то продалось. Так, ребенок, ребенок уехал. Пока мы дом двигали. Что, что исчезло? А ну, давайте смотреть. Что пропало в доме? На две тысячи примерно. Я не знаю, что пропало. На что-то я наступил. Может быть здесь какое-то было строение какое-то? Или трава какая-то? Ну, ладно. Пять тысяч. Откуда пять тысяч? Или это моя зарплата сегодня? Хотя я в отпуске. Ну, не в отпуске. В выходной у меня. Ну, ладно, давай так. Тут нельзя. 972 ушло. Хотя там было больше. Я тут, по-моему, не дотянул. О, дотянул. Вот это уже заборчик. Отлично. И дотягиваем. Нет, тут мусорку мы врезаем. Все почтовый ящик закрываем. Ну, давай до сюда сначала. Тут мне не нравится, как оно соединяется. Давай так. Раз. Тут два. Сейчас я уберу почтовый ящик. Нельзя будет строить здесь. Чуть-чуть дальше. А мусорку, я не знаю. Я вообще вышвырнул. У меня есть мусорка, так я не могу выносить мусорку. Ну, ладно. Не будем ругаться с мусоркой. Так я тут тоже не помещусь. Давай леветь чуть-чуть. О. Нормально. Почтовый ящик и мусорк. Две замечательные. Вообще, мусорку надо куда-то, я не знаю. У кого-то в другое место. Ну, ладно. Сейчас забор поставим, посмотрим. Пипетку, пожалуйста. Образцовую, копируем. Нельзя строить. Шикарно. Мне кажется, можно еще чуть-чуть, да? Нет, нельзя, прикиньте. Все, пошло теперь за дом. Еще тысяча. Что там, не видно? Ну, шикарно. Мне нравится. Вот так можно подставлять по чуть-чуть, если вдруг не помещается. Да, и здесь задняя часть. Главное, чтобы на нее хватило. Самое важное, я ее сами не поставил. Ну, и вот соединяем. Да как же нельзя? Ну, вы издеваетесь или что? Да это ж не за пределами участка, товарищи. Ну, я же поставил здесь. Осталось только... А, может, вот это мешает. Давай. Наша свадебная штуковина, которая до сих пор стоит тут. Давай еще раз. Да, классно, сейчас бы закрылись. Ну. Теперь можно, да, штуковина мешала все-таки. Ну что, как вам дом? Да, отлично. Только теперь надо каритку прорубить. А, тоже денег стоит. Вот это, по-моему, оно. Я не знаю, почему у меня 5000 появилось. Надеюсь, ничего ценное не пропало. Или какую-то часть фундамента. Или вообще этаж какой-то исчез куда-то. Нет, этажи, по-моему, все на месте. Жена на месте, ребенок на месте. Кошмар, по-моему, бегает. Ну все, только ребенок сдвинулся. Надо будет сейчас его попробовать передвинить. Так, сейчас и передвинить попробую. А вдруг он у нас заглючит. Чего он уехал? Странно. Тут к нему никто не подойдет, я чувствую. Наверное, так сделаем пока. Вот так, наверное, нормально. Смотрим дальше на наш забор. Здесь все уже. Здесь уже никто не пройдет. Это как для красоты. Тут, наверное, мы не просочимся в эту щель. Ну и ладно. Что здесь будем делать? Тут надо выход прорубить. Или даже калитку поставить. Или не калитку. Ну, калитки есть выбор, в принципе, большой тут. У нас калиточный выбор. Смотрите, любую ставлю. Ворота садовые. Сельские, пожалуйста. Современное чудо. Ворота альфийские, еще замечательные. Тут такого цвета нет. Тут более или менее похож. Ну, как-то смотрится. Очень, очень маленький. Я не поставлю на свою большую лестницу. Мне надо либо две, пару сразу ставить. Ну, что это такое будет? Лестница большая и такая маленькая калиточка. Не годится. Оно вот это. Оно вот это. Уют из коллекции народного ремесла. Ну, это ничего. Но камень черный. У меня нет камня. Он не гармонирует ни с чем у нас. А это вообще какие-то, я не знаю. Да нет, это для хоббитов. Что-то мне ничего не нравится здесь из ворот. Ну, это тоже никак не... Ого. Попробую их поставить. Они не хотят становиться. Огромные, огромные негодяцы. А, такая сущая. Может, давайте просто... Влепим сюда. Вот же стоит без дела. Чисто арку, может, сюда поставим. Смотрится красиво, скажу. О, становится. И как раз по размеру лестницы подходит. Это самое главное. О. Да, такая чуть-чуть не то. Ну, сейчас мы вырубим, посмотрим. Оно, дайте мне кувалду. Дайте мужчине кувалду. Ух ты. Тут сразу что-то вот задвинулось. Ведь... Там не очень красиво получилось. Ну, это уже оно. Мне нравится. Только... Только вот это вот. Вот это вот. Это вот не очень. А ну-ка. Можно пододвинуть ближе? По идее, можно. Блин, вообще стало идеально. Вот это уже оно. Смотрите, как слилось со столбиками. Столбик к столбику. И калитка не нужна. Зачем она нужна? Чтобы перепрыгивать. Или чтобы падать через нее. Вообще блеск просто. Мусор сейчас только пододвинуем. Чуть ближе. Нет, ближе нельзя. А нет, можно. И почту ящик. Почту ящик можно и сюда поставить. Чтобы не с мусорками есть. Или пусть стоит уже в одном углу. Ну, отлично. Потому что можно задвинуть, конечно, и сюда. Да. Я пью туда, куда... О! Шикарно. Нашли место для мусорки. Теперь тут точно никто не пройдет. Сюда можно сбрасывать какие-то вещи очень тонкие, ненужные. Но, правда, не очень смотрится. Ну, а можно мусорку цвета другого белого, нет? Я выбрал мусорки. Вы не помните? Я не помню. А ну, дайте мне название этой мусорки. Небо белую мусорку вообще было бы замечательно. Мусорный бак для улицы. Хоть не то. Мусорный бак для улицы. Его нельзя поменять цвет. Подожди. Это... Это в ванной, по-моему, было. Или в кухне. По-моему, в кухне было. Вот, в мусорной баке. А ну, мусорный, бля... Не ругайся. Мусорный бак для улицы. Вот он. Во, хорош. Хорош. Белый. Ну, белого нет. Есть серый. А это что? Пластиковый мусорный бак. Прощай называется. Прощай, мусор я бы его назвал. Но вот это более или менее смотрится, конечно. Но он дорогой, зараза. А что белых нет? Есть только домашний белый. Мусорное ведро. Сим. Новейшее, величайшее изобретение. Сим. Это модель причем будущего. Ваш родовый может избавить прошлого. Корзина для мусора. Прямоугольная корзина для мусора. Нужного размера. Это что? Мусорный бак. Нанобанк. Мусорный бак для улицы. Камуфляж. Ох, вообще под дом. Вообще под кирпич. Смотрите. Никто не поймет, что это мусорный бак. Приятный дизайн и потрясающее оформление этого мусорного бака сделали его лидером на рынках мусорных баков. Вот это оно. Зачем нам этот черный ужас? Этот черный. Правда стоит 175. Но ничего, сейчас посмотрим, как он будет выглядеть. Смотрите, как классно. Можем даже здесь его поставить. Выглядит даже как урна для пожертвований. Смотрите. Ну не прелесли. Ладно. Давайте чуть-чуть сюда. Ну отличный камуфляж. Можем закрыть. Вот. Чтобы он нам не мешал, давайте так его улепим. А ну. Этот просто залез. Вот это уже дизайн. Как раз под цвет забора. Смотрите. Ва-ва. Правда, вон проход закрывает. Это не очень мне нравится. А тут? Что скажете? По-моему, здорово. Ну, конечно, тут мусорку лучше не ставить. Это место для цветов, например. Или еще чего-то. Не знаю, куда ее улепить. Она меня раздражает и тут. А можно ее сзади поставить? Мусор откуда нас выводит? Нет, здесь у меня будет дворик. Ай, она меня бесит. Это мусорка. Тут можно цветы насажать. Зачем она вообще нужна? У меня вот мусорка стоит. Вот она. Вот стоит. Чего ее здесь нельзя поставить? Нет, она на своем участке обязательно стоит. Как ее выносить? Кто-то, правда, будет, люди. О, можно здесь вообще поставить. Ты думаешь? Забор здесь нельзя ставить. Мусорку можно. Так, что мы думаем тогда? Не понял. Может, забор можно было там поставить? Какого хрена у меня забрали кусок забора? Смотрите. Обалдеть. Вполне можно было поставить. А что ж забор-то не поставился до такого уровня? Пишет, что нельзя. Ну ладно, будем считать, что это... Как раз для мусорки осталось. Можем на угол поставить. Во! Вот это уже оно. Она, в принципе, как ни крути, все равно будет лицом стоять. Видите, она одинаковая. Все, мечта сбылась. Я ее нафиг выкинул отсюда. Еще под этот почтовый ящик куда-то в день был. О! Прелесть. Так, конечно, не поставишь. Правильно, что он же должен быть снаружи, а не внутри. Вот это уже круто. Все, мусорки этой можно сказать до свидания. Еще и заработаем. На ней. Немного денег. По-моему, это супер. Сколько у меня денег осталось? Кто-нибудь знает. Я не знаю. У меня осталось 1800. Больше не будем рисковать, потому что коммунальные скоро придут, а коммунальные у нас будут хорошие. Дом у нас разросся. И платить придется где-то полторы тысячи, не меньше. Ну, вот такой будет у нас дом, как... Ну, это не дом, это мы только забор поставили. Наконец-то у нас маньяки теперь не будут заползать в наш двор. И остальная пьянь. Ну, она будет заползать, но заборчик будет ей мешать. Она будет спотыкаться, падать и кошмар будет их дожирать. Так, у меня еще два куста остались. Ну, это лучше, чем мусорка выглядит, правда? Согласитесь. Вот это мне уже нравится. Если бы мусорка осталась во дворе, я бы просыпался ночью в холодном поту и со словами «Мусорка, мусорка» выбегал бы на улицу и бутсал бы свою мусорку. А так, теперь, смотрите, она никого не волнует. И вообще, это как произведение искусства. Я бы реально сюда пожертвования сбрасывал. А может, кто-то и будет сбрасывать, надо будет проверять. А вдруг там мелочишка будет водиться? Хм. Я проверю, пока никто не видит ночью. Все. Не будем тратить дальше деньги. Достаточно у нас сегодня... А, вот что меня еще бесит. Видели, что меня бесит? Вот это меня бесит. Но с этим ничего не сделаешь, походу. Вот. Неравномерненько. Неравномерненько тут пошло. А ну, давайте попробуем... Подождите, я сейчас попробую. Не очень красиво. Нет, нет этого. Интервал не выдержан между столбиками. Тут вообще, конечно, можно мини-калитку сделать. Ну, для кого? Для гномов. Ася, размочу эту штуку. Да, получился вход какой-то. Цена, в принципе, та же за забор. Он еще не подгнил, поэтому... Ничего не теряем. А ну... Ты что делаешь? А, тут же не копируются эти заборы. Тут проблема с симсами. Да, тут, видите, нажимается. И надо выбирать руками лучше. Нет, можно, конечно, и рискнуть. Но я не хочу рисковать. Нет, мне забор нужен. Образцовый. Название запомню. Как моя семья. Тут очень образцовый. Такой забор. Вот так вот расцветка. Давай попробуем. Ха! Теперь не строится. Почему? А, хрен его знает. Не надо было трогать. Балбес. Да, странно здесь, конечно. Вот, теперь можно строить. Но, блин, но зато исчезла эта фигня, которая у меня... Тут, конечно, интервал чуть-чуть не выдержан, но я больше трогать не буду. Ну его нафиг. Я уже... Я уже увидел, как мне заново пришлось бы его все перестраивать. Сейчас. Когда он перестал ставиться. Странные, да, правила? Там можно ставить, здесь нельзя. Вот здесь я могу, наверное, еще забор поставить. Отдавайте для прикола. Сейчас я все-таки поломаю себе забор окончательно. Я потерял метр земли. Здесь, смотрите. Нет, сюда никак нельзя. Сюда даже не заезжает. Тут-то оно есть. Но строить нельзя. Нет, это нельзя построить. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Главное, что довели до идеала. И убрали эти два столбика, которые еще и на лицевой стороне. А да, они не очень хорошо смотрелись. Ящик функционирует хоть? А то я сейчас его вынес за пределы. И мусорка, главное, чтобы это уже функционировало. А то мусор будет некуда выносить. Можно ящик функционирую? Да, функционирует. Нормально. Взять почту, пожалуйста. Все работает. Все работает, все отлично. Есть. Все-таки немного мы с вами внесли в дизайн нашего дома. Теперь кошмар может свободно бегать по территории. У него теперь она увеличилась значительно. Вот смотрите, что он там творит. Видите? И никто не видит забор, ведь? У нас теперь ведь есть забор. Хорошо. Давай, пиши, дружище. С твоим вдохновением, я думаю, тебе это быстро получится. Включаем. Тебя мы оставляем в покое. Смотрим на Саммер. Саммер у нас выходит. Из ванной убери, пожалуйста. Это не в багаж, а... Подожди. Пригласить за стол, поставить на место, положить багаж. В порцию в багаж. Взять порцию, убрать и помыть. А что, нельзя в холодильник поставить? Готовить, печь, взять остатки, приготовить. Есть поздний завтрак, подать, быстро перекосить. Приготовить еду для питомцев. Ну, давай. Приготовить домашнюю еду для питомца. Кошмар. Рыбный пирог с говядиной курицей. Нифига себе меня собака ест. Мясной пирог с косточкой. Давайте подороже. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень счастливая, смотрите. Ну, кошмар. Ты же весь черный, конечно. Опять грязный весь. Готовим чисто для тебя. Очень счастливая. Скоро и уровень повысит. Прямо сейчас. Что он там делает, интересно? Готовит. Как-никак. Так, тут не хватает света. Плохо видно, что он там готовит. Сейчас она готовит. Мне кошмар откинется. Дайте мне. Дайте мне еще одну лампу сюда поставить. Нельзя, прикиньте. Нельзя здесь сеть поставить. Странно. Выше и выше нельзя. Нет, выше можно, но смысл от него так высоко. А что нельзя поставить? Начинается. Дерево, что ли, мешает или что? Походу дерево мешает. А тут ничего не мешает. Тут кухня не мешает. На углу, наверное, не заставить. Да, это слишком близко, а там мешает дерево. Ну ладно, будешь без света готовить. Тогда сэкономим еще денег. Извини, я хотел тебе сделать светло, но не получилось. Архитектор так построил стены, что светильнику места здесь нет. Ладно, строим в темноте. Ну, я думаю, тут какие-то другие методы освещения есть. Вот эту люстру можно... Тут зона-то рабочая. Еще одну люстру сюда. О, сюда люстру надо просто верхний свет сделать. Нет, все-таки сделайте верхний свет. Ну, наверное, люстра одинаковая. Надо здесь повесить. Момент. Я увидел... Увидел... Небольшую недоработку. У нас здесь, оказывается, пол. Не покрыт, прикиньте. Как я с этим живу. Только посмотрите. На этот ужас. Кромешный. Вот он. О, жуть. Непорядок. Непорядок. Так, так, еще пару моментов, пару моментов, пару моментов, пару моментов. А, ну... Люстру такого же типа, наверное, да? Ну, правда, тут другая будет. Ну, ладно, давай такую же повесим. Все-таки, чтобы они были одинаковые. Люстра, кольцо света. Там свет есть, и теперь будет еще и здесь. Во! Ну, тут явно его не хватало. Так, давайте параллельно повесим. Параллельно, я сказал, повесим. Во! Триста семьдесят пять. Ну, сумма большая. Но зато теперь есть свет. Да, теперь уютнее стало гораздо. Намного уютнее. Что я еще хотел? Коврик. Коврик, коврик, коврик. А где ж мне его найти? Наверное, где-то здесь, да? Туалет. Подожди. Это кухня. Ковры. Кровати для питомцев. Это не то. Это ковры. Ковры, я думаю, всех одинаковые. Ковры. Ковры, ковры, ковры. Ну, ладно, давай в ковры зайдем. Они там, в общем, каталогами идут, поэтому... Коврик, стопка, газет. Коврик для еды. Что-нибудь там, welcome или еще что-нибудь. И подешевле. А, вот, коврик по линейке. Идеальный коврик для любителей линий. Он какой, шестяной? Это новогодний коврик для питомцев. А это что такое? Коврик для дома и улицы. О! О! Приятное дополнение как для дома, так и для улицы. Это классическая коллекция ковриков. Ручной работы станет отрадой для глаз, где бы они ни были. К гостям, переступающим порог вашего дома может показаться, что они оказались в ботаническом саду. А что там такое? Цветы, что ли? А мне цвет не нравится. Да нет. О, вот, welcome. Я же говорил, мне нужен был welcome. Добро пожаловать. Цвета желательно под кухню. А то тут ходят всякие. И ноги не вытирают. Отлично. Есть. 105, правда, отдали долларов. Там много. Там много. И с этой стороны надо какой-то коврик присобачить. Надо было не выходить. Ну, а, я бы не разместил. Чтобы ноги вытирали. То грязь несут, а у меня все-таки, сами понимаете. Ремонт. Дорожка для дома и улицы. Коврик цветочный. О, коврик для дома и улицы решетка. Вот это вот, серый. Добавьте блеск, еще завод свою, любой комнат. Нет, комната не годится. Для дома и улицы вот это, я думаю, решетка как раз сойдет. Дорого очень. Что за коврик этот? О, хо-хо-хо. Это не коврик. Это коврище. Мне что-нибудь поменьше. Что-нибудь поменьше. Ковер для дома и улицы. Вот это, наверное, коврик. О. О, вообще, смотрите, под плитку подошел. Ну, конечно, слишком беловат. Как бы. Но зато видно, что это коврик. Или нет. Давайте еще посмотрим. Нет, в принципе, мне нравится. Но. У нас, если бы он был чуть-чуть темнее. Потому что он уже будет грязный. Коврик для еды. Да, какой еды вы что? Маленький. А это какой маленький? Ну, такой же, да? Ну, такой же. Только расцветку надо взять другую. О, вот серый. Только вот это хороший, но не то. О, оно вот этот. Блин, вообще отлично. Вот это вообще шикарно. Давай, наверное, вот сюда. Стоит всего 50. Этот продадим. А этот положим вот тут. И пусть только собаки зайдут с грязными ногами. Вылетят обратно. Тут второй коврик. В общем, мы застраховались от того, чтобы грязь не попадала в наш дом. Есть. Все, надо деньги прекращать транжирить. Иначе мы не оплатим счета в ближайшее время. А, тут еще надо коврик. Да фиг там. Сейчас все на коврике и уйдет. Нужно же два входа. Надо еще какой-то очень маленький какой-нибудь. О, давайте сделаем с этим. С косточкой. Это же собачий выход. Собака же оттуда выходит, правильно? Правильно. А что это такое? А че он так выглядит? Странно. А, можно так, а можно так. Как он хочет посмотреть с собой? Ну, покажите. О, мне нравится. Мне нравится. Собачий выход. Сразу понятно, кто выходит через эту дверь. Но тут не будем, наверное, коврик засовывать. Или будем? Или ты хочешь сказать, что отсюда грязь не несут? Несут, конечно. Давай псину сюда вот такое. Типа, осторожно, злая собака. А ну. Нет, сюда нельзя, прикиньте. Нет. Здесь. Здесь на лестницу не вместишь. Хотя, почему? А, жалко. Жалко. Хотелось бы вместить. Тут только можно в ширину, видите? А так? А так не получится. Ну да, нельзя. Ладно, не трогай, а то пропадут балясины и все. И конец там тогда. Ничего не сделаешь. Все. Все отлично. Отлично. Коврики закупили. Если что, пусть здесь ноги вытирают. Собачий выход. Сюда же можно перенести и собачий корм, чтобы не стоял посреди дома угол. Как раз для нашей псинки. И мячик туда же. Валяется тут, не поймем где. Кстати, тут можно коврик... Надо его приучать, конечно, к коврику, а не к дивану. Может он реально спит на диване, потому что у него нет ковра? Я в этом виноват. А ну дайте мне собачье что-нибудь. Коврик, добро пожаловать, пушистик. Коврик, добро пожаловать, пушистик. Симпатичнее смотрится. Наверное, 15 всего стоит. Да нет, это очень маленькие, конечно. О, может маленькие вместятся сюда? А ну добро пожаловать, пушистик. Валяется, конечно. Нет, сюда вообще нельзя ничего вместить. Жалко. Жалко. Ну ладно. Так я реально, может он поэтому и не спит? Здесь в коврик нет места костям. На этот коврик он вступает лапами, а не складывает обладанные кости. Коврик для питомцев почешу животик. Об этом он вытирает лапы. На нем можно вздремнуть после обеда. Или с помощью него можно просто продемонстрировать свою углу. А, так зачем мне два коврика, если этот коврик как раз для этого и создан? Может быть он реально будет спать возле дверей. А что? А что? Все правильно. Все замечательно. Тогда не будем этого трогать. Здесь у него будет его зона, его комната. По-моему все отлично. Ну все, продолжаем. Готовим для кошмара еду. Ну, мы сегодня чисто, видите, посвятили серию дизайну. Давай, сейчас уровень повысит тебе кулинарии твоей. Давай, сейчас будет готово уже. Блин, чуть-чуть не хватило. Еще чуть-чуть и все... О, есть, четвертый уровень. Слышите, у него очень высокий уровень, как и у меня. А я и думаю, наш кулинар. А что он так плохо первый раз готовил? Ну все, он счастлив, смотрите. Он счастлив. Она только не счастлива. И скоро на работу, у нее потребности печальные. Поэтому можешь посмотреть канал с кулинарией. Ну давай каменью. Кулинарию тоже смотрела, до четвертого уровня докончалась. Давай. Что там я делаю? Опс, кто-то пришел. Минуту. Посмотрел канал с кулинарии. Это кто? Свой знакомый? Смирнова ты? Смирнова? Синицына? Смирнова. Блин, я их уже по фамилиям всех знаю. Офигеть. Ты же моя сотрудница. Галина Смирнова. Коллега, можно сказать. Или нет? Откуда я знаю фамилию? Давайте пригласим. Смешно представиться. Поприветствую. Иду пригласить войти. Ну давай, что приперлось. Я, правда, хотел телевизор посмотреть, но ладно. Собака испугалась телевизора и перестала есть. Извините, я в пижаме, но у меня просто работа скоро. Заходи. Куда пошла? Ну вот пошла, реально. Вернуться домой. Счастливая опять. Попросила войти поприветствовать дружеских. Кстати, тебе же надо с людьми знакомиться. Давай, это может твой шанс. Да, есть. Два из трех она уже завела друзей. Давай смотреть телевизор. И при этом общаться. Отлично. Еще с одним человеком не надо познакомиться, и у нее достижение будет. Жизненное. Ладно, поболтать. Кто куда пошел? Ты книгу дописал вообще? Куда ты пошел вообще? Или ты к ребенку? Он к ребенку. Вот это отец. Молодец. Смотрите. И не надо направлять. Пошел. Дело сделал. Сделал дело, нет? Смотрите, а кровать все-таки я правильно поставил. У нас в прошлой серии трудностей были с заходом в эту комнату. Он обходил ее вот так вот. Так, есть. Теперь надо его покормить. Поменять. Не, можно поговорить. Давайте ласкать. Кто вырастет каким-нибудь. А ты куда пошел? Кто это? Поболтай с Галиной? Да нафиг она тебе нужна. На работе встретитесь завтра. Иди с ребенком лучше поговори. Ну ты даешь. Куда ты пошел? Не, не так хорошо. И телевизор работает. Правильно? Работаешь телевизор? Не работает телевизор. Да что ж такое? Или нельзя болтать и смотреть, да, телевизор? Ну пусть работает. Чтобы и то повышалось и это. У тебя ж критическая территория. Территория. Тебе же на работу завтра. Ой, завтра. Сейчас уже, через два часа. Ну что, я там справляюсь, нет? Разговариваю с ребенком. Окей. Так. Сразу же на меня. Очень вдохновленный. Поменять пеленки. Кормить из бутылочки. Давай сразу. Супруге некогда. Она карьеру делает. А я, как лейтенант, шеф полиции, займусь этим вопросом. Собаку покормили. Что вы тут делаете? Все еще сидите? Ну сидите пока. Телевизор работает. Отлично. Откуда вошло? Все уже, да? Ладно. Давай тогда сделаем. А что ты не доел? Пес. Что не понравилось? Телевизор, наверное, испугался, да? Позвать питомца есть. Я для кого готовил? Как будто у меня много питомцев в доме. Давай, жри давай. О, все, он ест. Нормально. Самар, давай. На работу же выходить. Хотя, смотри, телевизор, наверное, важнее. Да? Геона у тебя почти в норме, а вот этот показатель нужно исправить. 14-13. Так. Я сейчас, 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 сейчас на себя переключусь. Я пришел звать его есть. Он и так ест, по-моему. А куда это пошел? Чего вы с собакой общаетесь через туалет? Не могу понять. Ладно. Вам видней. Давай вызывать няню. Попробуем, как это работает. На сегодня, на... Если можно. На 13.00, на 15.00. Или на 16 хотя бы 00. Услуги, наверное, да? Я ее видел в прошлой серии. Протвориться больным. Взять отпуск. Выходные по семейным. Уволиться. О. Заказать услугу есть. А ну. Доставка пиццы. Прислуга. Прислуга. Служба ремонта. Одноразовая. Периодическая няня. 60 долларов. И дополнительные 10 часов. Это как? Это будет работать. А. Так Смирнову оставьте. За няню. Благодарю Рим за использование слугами компании Нежная Забота. Няня прибудет 14.46 в воскресенье. Это сегодня что ли у нас? Сегодня какой у нас день? Воскресенье 14.46. Отлично. А как ее теперь выгнать, эту няню? Самар, тебе на работу через полчаса вообще-то. А ты все телевизор смотришь. Гигиена, бодрость. Гигиена, бодрость. Ну давай, все успеешь. Ты же не в пижаме поедешь на работу. Все, выключай телевизор. Мы тебе параметры все подняли. Что там Смирнова делает у меня на втором этаже? Ребенок не пропадет. А, дописывает мой роман. Интересно, до какого уровня я его дописал? Не роман, а поэзию стихи. Я тут. Я тут. Что у меня с характеристиками? У меня с характеристиками все окей. Спать только скоро будет хотеться. Ну, можем сразу, пока есть время, пописать как настоящий чемпион. Пожалуйста. Я настолько вдохновленный, что буду писать сейчас как настоящий чемпион. Не стесняясь вообще никого. Вот это я понимаю, да? Смотрите, его прет и прет просто. Это молодой человек. Так, 46 минут. Где няня? Я не понял, няня где? О, няня пришла. Это няня? Здравствуйте, меня зовут няня Устинов. Приятно познакомиться. Я вам подойду по всем параметрам. Я могу играть, готовить и учить. Я не прочитал. К тому же, я совсем не против менять подгузник и убираться по мере необходимости. Давайте повеселимся. Ты не маньяк сначально, а? Серега есть. Две серги. Смотрите, давайте его уволим. Кошмару он не понравился. Нет, я, наверное, должен проследить, что там происходит. Ну и что он будет с ним делать? Смотрите, я няню вызывал. Аню Устинова. Не понял, он что, страшный? Страшный. Историю ему рассказывают или что? Так, парень, сейчас я тебя буду убивать. Ничего себе, няня. Так, приятель. Михаил Устинов. Подожди, мы с ним знакомы. Уволит. Нафиг его отсюда. Слушайте, пришел и рассказывает про отрезанную руку. Давай, иди отсюда. Нафиг. Ну и няню прислали. Офигеть просто. Уважаемый, как пришел, так и выходи. Подожди, откуда я тебя знаю? Устинов. Скучает. За ребенком должен следить, а не скучать. Иди отсюда нафиг. Да, иди вали. Отлично. Вот так Устинов зарабатывает деньги в этом райончике. Придет, расскажет плохую историю, поссорится с ребенком, снимет деньги и пойдет домой. Так, давайте еще одну няню. Что это такое? Summer Holiday. Что там такое? Liberty Lee хочет зайти в гости. Да, пожалуйста. Только Summer сейчас уходит на работу. Она, правда, уже должна была быть на работе, но она что-то еще здесь. Что это не на работе? Summer. Что это не на работе, реально? У тебя что, уволят нафиг? Физкультура, болтай здесь, отправиться. Не знаю. У тебя что, вы отгул что ли, да? Начало через три часа. Как через три часа? А, ты же теперь в шесть вечера работаешь, до двух ночи. Ну, вообще, просто здорово. Слушайте, с няней что-то у меня не получилось. Интересно, а если я вызову еще раз няню, придет опять этот же маньяк? Надо его в фотографии развесить по всему району. Нет, ну нормальный, конечно, смотрите. Я тебя запомнил. Что там происходит? Она, кажется, в шесть часов вечера только идет работать. У нее график поменялся после повышения. Так, приятель, ты пока что можешь идти писать. Выгоняй это Устинову отсюда. Ладно, пока собака у тебя черная. Очень черная. Иди вы его в ванну засунь. Купать в ванной. Давай. А потом выгоним Устинову и будем писать. Еще няню наймем, чтобы она нам не мешала. Пока Саммер. Саммер, мне твой график не нравится. До двух часов ночи. Нормально у тебя работа. Кто же за ребенком-то будет смотреть до двух часов ночи? Ну, в принципе, до восемнадцати нольной я-то могу успеть. Если пораньше уходить каждый раз. До скольки я работаю? До восемнадцати? Да, с детьми до восемнадцати. А на восемнадцать уходит. Хм. Ну-ну. Это будет интересный день завтра. Так, прошли грязнули. Сейчас окунем. Тут, кстати, тоже света немного не хватает. Какую-то лампу повесить. Слушайте, мне няня обойдется сегодня в сто двадцать... Симолеонов этих. Тут лучше пи унитаз какой-нибудь купил. Кстати, это унитаз хороший, нет? Кто-нибудь знает? Тут надо свет какой-то добавить. Или душевую тоже поставить. Ну, не хватает душевой. Просто спускаться надо... Вниз. Есть душевая, тут какая-нибудь... Помодняю. Душевая кабина, суровость. Три, два... Вообще-то шел за лампой и поставил кабину, да? Тумбу поставить. Это что? Это что? Лоток для собаки, да? Картина, плакаты. Но это слишком дорпал. Украшение. Украшение. Это что такое? А у меня есть, по-моему, да? Что-то с украшением. Держатель для полотенец. По-моему, где-то был. Вот он у меня есть. Не надо нам. Не надо. Обойдемся. Ладно, ты хотел лампу? Так, возьми ее. Нам бы какую-то такую настенную попроще и подешевле. Тут три таких, а здесь будет одна вот такая. Во! Для интима. Стены покажите мне. Эту стену не будем занимать. Ничего не становится. По квадратикам вот это размещение. Давай так. Не очень, конечно. Ладно. Не занимайся нам большую стену. Мы там возле этой стены что-то поставим. Какой-нибудь шкафчик. Тысяча у нас всего осталось денег. Надеюсь, гномы нам что-то сейчас подбросят. Гномы, я у вас верю. На няню дайте. Хорошая няня пришла. Я сразу заподозил, что что-то с ним не то. С этим прекрасным парнем. Няня Устинов. После того, как он представился, мне захотелось его спустить с крыльца. Вот таких я заборы ставил-то, собственно. Чтобы они не шляли здесь. А я его за 69 вызвал. Интересно, а что за 69-то я его вызвал? Может, 60 должен был стоить. В неурочный час какой-то еще был, получается. Наверное, да. Ладно, Самор, что у тебя с характеристиками? Ты с этим телевизором скоро уже сдуреешь. По-моему, там уже вытекание мозгов пошло. Нет, еще не вышло. Сколько времени? 16.31. Давай, наверное, ты перекусишь. Потому что время, время, время. А мы пока... Непа... Что там происходит? Блин, да уберите это. О, стены не смог убрать. А я тут шпарю. Собаку купаю. Насколько ж можно. Посмотри, какая... Какая милая сцена. Ой. Давайте так, чтобы видно было. Как он... Задние лапы как у него стоят. На передних чисто стоит. О, как раз компьютер освободился. Мне, правда, пора. Спасибо. И до новых встреч. Рибертили, молодая. Все, давай, иди пиши дальше. Хоть ты не вдохновленный, но пиши. Писать. Продолжить. Небесный бой на подушках. Стихи. Воздушная поэзия. Че такое? Ты идешь писать, нет? Саммер. Так вообще, так тебе... Гости пришли. Ну ладно, ты не отвлекайся, конечно. Хотя тебе уже хватит. Давай. Это убирай. И посмотри, что там за гости пришли. Убрать и помыть. Убрать. По идее, нам няня не нужна. Если я... Она уходит в шесть. А я прихожу в шесть. По идее, нормально все. Только если мне нельзя задеть... Это что-то. А, это Либертили. Молодая. Ободрить, попросить уйти, сплесничать толчок бедрем. Давайте ее толкнем бедром. Чтобы не расслаблялось. Здорово! Эпа! Ха-ха. Годится. Ну все, через полчаса я на работу. Толчок бедром. Ты ребенка покормила? Толчок бедром. Ну ладно, я сейчас няню вызову. Не отвлекайся. Мать вообще к ребенку не подходишь. Ты где-то видана вообще. Давай еще успеешь сбегать сюда. О, мы книгу дописали? Или стихи быстро пишутся, да? Смотрите, уровень уже повысили. Сейчас уровень будет. Ничего себе ломанули. Во вдохновленном состоянии. Сейчас книгу закончим. Что там у нас? О, есть. Шестой уровень писательства. Нет, это мы уровень повысили. А книга есть сколько писать? Да еще, не пойму. Третья книга или нет? Нет, это вторая книга. А реально, сколько ее писать? А то что сейчас делаешь? Все, стихи, оказывается, у нас написались. И мы их издать не можем, да, что ли, получается? Что-то типа того. Весело тебе. Все, музыку выключаем, хватит. Саммер, как там дела? У нее все хорошо. Ну что, она уходит на работу? Попробую вызвать няню. Реально попробую вызвать няню еще раз. Пусть это будет стоить мне денег. Надеюсь, не маньяка теперь пришлют. Услуги. Заказать услугу няня. Сейчас Саммер отправим. Так, давай еще раз няню. Это жесть какая-то. Дополнительно 10 за каждый час. Саммер. Ты же должна быть на работе. Алло. Все, она пошла. Удачи. В 2 часа ночи только вернется. Замечательная работа. Благодарим за пользование услугами компании Нежная Забота. В 18.25 она приедет. О, смотрите как. О, сейчас посмотрим, куда она мусор вынесет. А мы ее не нанимали вообще-то. Вносить мусор. О, отлично работает. Она доходит сюда. Шикарно. И этот убрала. Слышишь, а ты не хочешь у нас жить? Куда это она идет? Куда это она идет? Что у нее там в голове? Она ко мне идет. Пока Саммер нет. Так, няня. Давайте няню сюда. О, прислали еще эту няню. Пора от нянь сегодня. Что это такое? Почему они такие, все эти няни? Кошмар какой-то. Как тебя хоть зовут? Тоже Устинова няня? А что у него сзади? Это мужчина лежит? Ну, по усам, видимо, мужчина. Я не подпущу его к своему ребенку. Такое-то издевательство. Здравствуйте, как ваши дела? Главное, постучал и пошел. Ну, ладно, я тебя не буду увольнять. Это того выгнал. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Либерти, что ты такая грустная? Так, пиши, наверное, дружище, какую-то конкретную книгу. Какого ты сидишь, ничего не делаешь? Мы на этом не заработаем. На твоем просто прокачке. Давай написать определенного жанра для детей документальный роман. Давай, наверное, для детей. Куда это ты идешь, приятель? Не понял. А, он еще и убирает. Блин, это хуже, чем тот, который был. Это женщина или мужчина? Че, 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 у него усы? Илья Овчинников, няня. А че у нас такие отношения с тобой хорошие? А, это просто... Ну, тут нормально. Этот поладил. Того я сразу вышвырнул. За шкирку и быстро отсюда. С дома. Но все равно, какой-то подозрительный парень. Так, а куда ты дальше пошел? Он же и по дому будет все делать, да? Ну, походу, да. Все, музыка играет. Либертили ходит, молодая. Поприветствую я дружески. А че с тобой не знаком, что ли? Давай с тобой познакомимся. Все-таки мусор мне вынес. А куда он пошел? Что он делает? О, он даже готовить будет? Смотри, я, по-моему, джекпот сорвал с этим... ня... няней. Прикит, конечно, своеобразный. Но круто. А, так, смотрите. 60 я плачу по-любому, а потом за каждый час еще по... Нифига себе няня обходится. Нет, надо как-то совмещать все, чтобы не было няня. Я посмотрю, конечно, просто у меня сейчас книга пишется. Нет, книга у меня сейчас не пишется, я ерундой страдаю. Нет, какую-то книгу пишет. А какую он книгу пишет, я не знаю. А, это ж он и пишет книгу. Это, отключи книгу. Поболтать с Либерти. Слушать альтернативную музыку. Ладно, пиши пока. Я пока понаблюдаю. Либерти уже побежала. У нее своя культурная программа на сегодня. Где этот подозрительный парень, который берет дофига денег? А ну, я наблюдаю за тобой. У меня камера стоит детской. Что будешь делать? Да, да, ты прав. Пора поменять подгузники. Тихо. Сейчас чешется воля, приятель. А, да, да. Мне пора, пора. Спасибо. Да. Меняет. Блин. Ну, этот хоть подход. У того вообще подхода не было. Шарлатан какой-то. Ну что, мы ему пописали? Сколько там у нас осталось? Скоро закончим книгу. Не мешай, псина. Заканчиваю книгу. И, по-моему, прет у нас. Так, что он там делает? Укачивает. Хорошо. Ему надо сходить куда-то. И куда ты идешь? А, понятно. Привет, дружище. Слушай, ты мне подходишь, конечно. Поднять настроение кокетливый. А вот это вот меня уже настораживает, что у него кокетливые отношения. Пора его выгонять. Сейчас я книгу допишу, и пойдешь ты, наверное, няня... Ну, ты понял, куда ты, да? Тот еще няня. Надо дать его. Дайте его. Дайте его. Может, на обложку пойдет, кто его знает. Сейчас свою голову беру. Парад подозрительных нянь. Сейчас его с разных ракурсов. Зафотографирую. А еще ниже можно? Можно его. Да, да. Можно и так снять. Можем отдалиться. Но этот тип, конечно, очень колоритный. Вы что? Но, правда, он кокетливый. У него кокетливые отношения, его надо бы выгонять отсюда нафиг. Сейчас я его уволю. Через три минуты. Не мешай мне писать книгу. Не мешай. Мне скоро спать уже надо будет идти. Вот, видишь? Я про это и говорю. Смотрите, он повторяет мои мысли и слова. Да, иди отсюда. Excuse me. Да что такое? Че книга-то откатилась назад? Смотрите. Есть. Есть, мы написали книгу. Отлично. Быстро в почтовый ящик ее публиковать. Посмотрим, сколько мы на ней заработаем. Продать права издателю. Публиковать. Пусть лучше каждый день, чем один раз за 50. Все, книга стихов пошла. Какое достижение? Дмитрий заканчивает писать книгу. Книга будет добавлена в багаж и можно будет почитать позднее. Еще Дмитрий может опубликовать. Просто уберите почтовый ящик. Ясно. Сейчас опубликую книгу и выгоню няню. Пойди и дальше я уже сам справлюсь. А нет, мусор остался. А что это за мусор реально? Не знаю. Не знаю, не знаю. Все опубликовал? Да. Разобрать на детали даже можно. Хорошо. Собака вышла. Сейчас назоврем на детали, а потом... Есть, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, и выбросить. Теперь выбросить. Мусорка у нас здесь. Подожди, куда-то пошел. Спать пошел. Да нет, спать еще рано, приятель. Где этот нянь? О, нянь занимается ребенком. Можешь наконец-то посвятить время еще себе. Правда, он, конечно, у нас, наверное, не знаю. Сотни-две, наверное, заберет. Так. Фотография читать. Лужи поговорить. Другие варианты. Уход за питомцем. Купание в ванне. Поводок. Поводок? А зачем поводок? Обучение. Сидеть, лежать, перевернуться. Давай, перевернуться. Он и так вот сейчас переворачивается. Куда пошел? Спать отмена. Тут, кстати, свет надо провести. Будет уже на улице, но пока денег нет. Ну, давайте обучать, приятель. А ну-ка. Ты уже здоровый. Пора уже чему-то научиться в этой жизни, не просто... Опа, смотрите, какой умный. Уровень повышен. Дрессировка питомцев. Сидеть. И еще один переворот. Объясняю тебе, приятель. Оп. Так, обучение. Сидеть. А ну, давай голос. Ничего не получается. Хоть время посвящу собаке. Что там делает маньяк наш? Ну, не маньяк, конечно, но подозрительный. Маньяк был первым, это точно. Где он? Ребенок спит. Нет, в принципе, ребенок его принял. Там у нас еда воняет. Жену дождемся или нет? Наверное, нет. Что у нас по характеристикам? Потребности с едой проблемы. Давайте собаку это дрессируем уже. И сидеть, попробуем сказать ему. Сидеть. Сидеть. У меня теперь в этом дворике намного комфортнее находиться, чем просто на голой лужайке. Согласитесь. Теперь можно и собаку дрессировать. Куда-то спать, ты что? Мы ж не докачали. Давай уже добьем. Не добьем, в смысле, а доучим его. Ну, давай голос. Что-то я не понял, что там с голосом. Все, няня уходит? А, он вышел подышать, да? Прекрасный вечер. На моем коврике новом, да? В кедах своих. Так. А где голос? А он не может понять, что ему надо. Ничего, ничего, научишься. Давай еще раз. Убери, тут воняет. Он, кстати, еду приготовил. Можно просто взять и поесть. Блин, классно. Буду богатым на ему две няни. Только не этого. Надо какую-то бабушку нанять. Отлично. Сейчас уже прокачаем. Вот это вот кокетливое состояние его меня напрягает. Голос. Голос, я сказал. Есть. Дрессировка питомцев. Все, мне надо срочно поесть. Срочно надо поесть. Положить порцию в багаж. Убрать, взять порцию. Что он там наготовил? Ну, наверное, нормально. Поболтать с Ильей не надо. Обучение не надо. Давай, это мы сейчас рухнем спать. Уже совсем скоро. Давай быстренько закинемся, что он наготовил тут. Товарищ Илья. Нормально, телевизор смотрит. Но он контролирует, да, процесс воспитания. Единственное, что на работе мне больше нельзя задерживаться. Я попробую, конечно, в следующей серии обойтись без няни. Но получится из-за этого что-то. Приду я ровно в 18.00 домой. Просто аж супруга уходит в 18.00, а я могу приехать чуть-чуть позже. Такое может быть. Ну, все, да? По-моему, все. Ты наелся? По-моему, наелся. Нет, еще давай, еще разик. Давай уже время. 0.46. А сколько, на сколько няня нанимается, интересно, который... Какой промежуток времени? 60. Я же плачу не за вызов просто. Если он сейчас мне скажет тысячу заплати, я его убью. Дайте, наверное, перестрахуемся. Тут гном нам набросал денег немного. Да, гном? Ну, тут да. Сумма уже неплохая. Интересно, мне этой осенью гномы придут? То я одного случайно продал? Если бы я не продал, я бы вдвое больше денег получал бы, конечно. Но тогда бы было немного нечестно, наверное, да? Получать за семена по 100 монет. Но разбросает, почему бы и не взять. Все, набросали немного денег. Я думаю, с ней хватит рассчитаться. Так. Ты ешь и не разговаривай. Хотя с собакой надо разговаривать-то. Тут одиноко сидит. Так у нее появилось время. Поболтать с Ильей. Да нафиг он нам нужен. Не будем мы с ним болтать. Мы его сейчас уволим. Так. Характеристики. Туалет, по-моему, там у нас страдает. Да, туалет страдает. Илья отменен. Все, Илья, забери тарелочку, пожалуйста. За мной, пожалуйста, не ходи в туалет. Да, я сейчас упаду. Без сознания. А с маньяком в доме нельзя этого делать. Сами понимаете. Еще и тем более в каких-то вам состояниях. Надо вышвыривать отсюда. Сейчас уже саммор придет совсем скоро. Ну, характеристика восполнена. Восполнена. Гигиена, правда, нарушена немного. Но я думаю, успею сейчас быстренько. Как раз саммор дождемся. О, собака есть. Смотрите, место ему понравилось в углу. То, что надо. Все, поехал процесс. Сейчас восстановим. А так у нас характеристики, в принципе, ничего. Что значит, когда есть помощник, да? И книгу написали. Мне еще две книги надо написать для достижения. Ну, так и будем работать. А как? Если бы я бегал постоянно, менял бы памперсы и пеленки, то ничего бы не успел бы. Ничего бы не сделал. Все, сейчас уже саммор прикатит. Саммор, ты здесь? Саммор приносит домой 280. На работе отлично справляется. Это хорошо. Как это у тебя характеристики? Спать хочешь, да? Хочешь спать. Характеристики хочешь есть. Няня все приготовил, поэтому сразу же есть. И высыпаться. Нет, сначала со мной поздороваться. Сколько ж не видишься, а то как чужие люди-то. Хвалить внешний вид, поделиться секретом, позвать другие варианты. Зачать ребенка, да? Нет, хватит пока. В объятия давай. Второго нам пока не надо. Тут с первым будет. А интересно, если два ребенка? Второй няня будет один справляться? Да, должен, наверное. Привет! Как я рад тебя видеть. Я два маньяка сегодня в доме увидел. Один из них кокетливый. Меня это напрягает. Хорошо, что пришла вовремя. Это он рассказывает ей. Все, тебе пора спать, дружище. Не выспишься. Тебе пора спать. Саммор выгонит его. И так, давай, срочно спать. Нет. Это я ей сказал спать. Нет. Ты его должна уволить. Дать деньги. Зачем? А зачем дать деньги? Что это такое? Провести время вместе. Хамский анекдот. Обнять и отпустить. 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 А что значит отпустить? А деньги, интересно. Так, ну ладно, я спать. Быстро, быстро, очень быстро спать. Хватит болтать. Сейчас я посмотрю, что такое отпустить. И уволить. Ну, уволить я уже увольнял? А что такое дать денег? За что ему дать денег? Что ж, время вышло. Увидимся в следующий раз. И помните, что вы кузнец своего счастья. Нихрена себе 141. Нифига себе. А, отпустить это Саммор не... Даже Саммор не обязательно должна была. А, понятно. Саммор не обязательно должна была к нему подходить. Это я его отпускаю. И типа он справился со своими обязанностями. Ну да. А предыдущего мы уволили. Ну, 120-то многовато, конечно. Нет, но если двое работают, то вполне себе ничего сойдет. Так, гигиена. И потом вот сюда. То, что приготовил няня. Еще три часа. Илья Овчинников. Будет годно этой едой взять порцию. Давай. Можно ускориться. Я там сплю хоть. Да, я сплю, судя по смеху. Все нормально у меня. Ну, все. Ей уже тоже, конечно, пора. Сейчас только надо перекусить. Давай еще что-нибудь. Ну, давай. Три часа, правда? Ну, ты, я думаю, успеешь. Кто-то ходит. Почему я вижу ворота? А, потому что стен нет. А собака, что ли, вышла? Да, собака пошла. А теперь у нас огорожено все. Она далеко не уйдет. Ну, правда, может выйти сюда, но это вряд ли. Вот теперь это похож на дом и двор. Ну, что, Илья умеет готовить, я вижу, да? Молодец. Интересно, кого пришлют в следующий раз. Можешь еще быстро посмотреть телевизор, а то ты будешь спать, я так понимаю, до вечера. Хоть чуть-чуть подними настроение, хоть немного. Хотя у тебя будет время. У тебя будет время. Хотя, а как мы будем это делать? Я же буду на работе. А что нам здесь будет делать с ребенком? Она его даже не знает. Я с ними няня. Ну, давай. Когда помой. Пойди проверить, что там ребенок делает. Нормально. Ну, ей так весело. Собака гавкает. Ну, собака гавкает. Да что ж ты делаешь, а? Он разбудил всех, короче. Вот сволочь. Мешает спать. Прикиньте, у меня бодрость вообще никакая. Ну, надо ему всыпать будет. Слабенькая бодрость. Давай, наверное, ты закончишь это дело. Лиза, ты еще успеешь посмотреть. Так, а коврик? Просто сам по себе коврик. Стересно, будет там собака спать, нет? Брать и помыть. Это завтра уже испортится просто. Кстати, в кофемашине тоже что-то тут воняет, смотрите. А что у нас зеленая меня? Приготовить кофе, улучшить. Какой-то тут нездоровый запах идет. От кофемашины? Или это от холодильника? Да нет, не от холодильника. А что он зеленый-то? До седьмого уровня. Саммер должна повыгнеть. А, понятно. Все, она пошла спать. Она все, что могла, сделала. Ребенок убаюканный. Наверное, да? Ну да, трогать его не будем. Все-таки 5 утра. У меня там что? У меня все еще не поднимается характеристика. Вот это я доходился. Вместе с няней. Но с таким няней спать опасно было. Сами понимаете. Еще и в каких-то там состояниях. Поэтому пришлось быть на джеку. И следить, что он там делает с ребенком. Мне на работу в 9, да, по-моему? Да, мне на работу в 9. Но еще время есть. Хотя бы до среднего. На работе, что ли, придется высыпаться? Ну, это будет сложно. Давайте до 8 чисто поспим. Ребенок тоже спит. Смотрите, у нас... Нет, уже не спит. Саммер, извини. Но тебе придется встать. А я думал, только посмотрел спит. Да неужели? Поменять пеленки. Подъем. Сегодня ты за главным. Давай, давай, давай. Понимаю, не выспалась. А что делать? Мне важнее сон. Тем более музыка орет здесь. Чего тут музыка хоть орет? Ну, хорошо, что в кабинете у меня чисто. Ну что, еще часик могу. Нормально. Может, и выжму до конца. Ты что, бросила его, что ли? Ну, нормальный вообще человек. Куда ты спать пошла? Давай. Вообще отбилась от рук. Я и няня должен, да? Илья Овчинникова должны этим заниматься. Баюкай, давай. Давай, 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 давай. Не отбегай. Он еще кричит. Опа, ты что, исчезла? Нет, появилась. Давай, давай, давай. Качать. Кто может и спать? Вот это вот зря ты пришел сюда. Он поспать не даст. Так, собака, надо что-то делать. Это непорядок. Так, давайте ее врежем ей. А ну. Ну, давайте его угомоним. Все, пошел. Нет, он меня сейчас разбудит. А ну, отчетай его, залай. Отчетай его, залай. А ну, заткнись. Сейчас меня разбудит. А куда ты пошла? Что это такое? А что это такое? На гном его смотреть? Смотреть. Его покормить, наверное, надо вообще-то. Поэтому он и кричит. Поменять пеленки, ворковать, качать, кормить. Кормить, кормить. Грудью, конечно. Ну, собака неуправляемая. Надо дрессировать, посмотрите. Вот эта дрессировка, наверное, и даст нам потом. Все необходимое. Так, кормление пошло. Что там со мной? Я хотя бы выше половины набил себе энергии. Да, набил больше половины энергии. Сейчас бы еще поесть. Нет, я тогда поем на работе. Это не страшно. Тем более, я буду просто в офисе сидеть в следующий раз. Все, 8 утра. А час тебе остался. Что там? Покормила? Ну, все, он должен спать теперь, наверное. По идее, затих. Все, Самбар, давай на боковую. Понимаю, что ты не выспалась. Но теперь на работу только в 6 вечера. Поэтому у тебя время будет. Ну, а я должен вставать, наверное. Все. Нет, 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 нет. Не так быстро время полетело. Все, подъем, подъем. Отлично. Подъем. Ну, и вот на этом мы и остановимся. Сейчас кровать пусть засели. Все, шикарно. Самара смену сдала. Я смену принял и пошел на работу. Участвовать будем в рабочем дне непосредственно вместе. Обязательно пойду, чтобы прокачать уровень. Иначе это никуда не годится. Нам нужно больше денег и больше выходных дней. Хотя, смотрите. Не понял. А, у Самар сегодня, сегодня последний рабочий день, а потом у него аж 3 выходных будет. Это очень здорово. Я могу спокойно ходить на работу. Потому что у меня что? Потому что у меня выходные, понедельник. А у меня как раз это рабочие дни будет. Вот и няни нанимать за 120 не надо. Потому что 120 это половина того, что зарабатывает Самар. Это невыгодно. С этой точки зрения нашей. Поэтому только один день продержаться. Главное не опоздать. В 18.00 я должен быть дома. Иначе я не знаю, что... О, кстати, вот няня наша ходит. Уже выспался, да? На службу идешь дальше. Уже прет дальше на службу. Да. Давайте я еще раз фотографирую. Я не знаю, просто... С хорошей няней нас редко получается. Найти хорошую няню. А ты, по-моему, справился с своими обязанностями. Но ты немножко меня, конечно, напрягаешь. По некоторым причинам. Но это не важно. Посмотрим, кого в следующий раз пришлют. Если мы будем нанимать, конечно, няню. Так. Ну, а вот он, наш домик. Можем тоже его сфотографировать. Смотреть. О. Мусорку не будем фотографировать. Хотя мне она нравится. Что, крыши нет? О, есть крыша. Это вот вообще не тема, эта мусорка. Так я не могу ее убрать. Ну, вот так, да. Красиво, симпатично. Ну, все. Все, друзья. На этом закончим. Мы сегодня построили. Мы сегодня построили офигенный забор. Ни фига не вижу. Приняли конкурс нянь. Выбрали более-менее подходящую. И кое-как начинаем совмещать нашу жизнь, которая теперь изменилась с появлением ребенка. Ну, видите, получается. Пока что по выходным идеально получается. Даже, может быть, обойдемся без няни. Но единственное, надо не забыть, ни в коем случае не задерживаться на работе. Ладно. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий и канал Шедвили. Игровые миры. До новых серий Sims 4. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok